Ну вот насчет аргументации, вот Татьяна Сергеенко пишет, нам говорят, объясняют, мы слушаем, понимаем, но что делать-то? На выборах нормальных не регистрируют, банкротят, сажают, травят и отстреливают. Где агитация? Только на ютубе, нет сплочения среди оппозиции. Татьяна, вот сейчас в нашей стране мы же можем проанализировать, что впереди очень суровые времена. Суровые не с точки зрения нашей с вами конкретной жизненной ситуации, проблематики, а с точки зрения всего нашего российского общества. Мы приблизительно понимаем, что будет делать власть в самое ближайшее время, да, буквально через несколько месяцев. Ну потому что они зашли в тупик, они вырыли себе яму, и сейчас, чтобы выбраться, им нужно очень серьезно наступить нам с вами на горло. И вот этот исторический шанс подготовиться к будущим испытаниям, ну очевидно же, да, что это все вызовет очень серьезное недовольство, максимально, там, возможное возмущение это вызовет. И на этом этапе, да, у нас с вами есть возможность сплотить наши ряды, подтягивать нашу теорию, да, формировать более прогрессивную идею. Мы с вами сейчас имеем возможность бороться за сознание людей в ситуации, пока они еще не подожгли каждый наш дом, не подожгли, там, не усугубили ситуацию каждой семьи. И я вас уверяю, да, ситуация, которую мы видим сегодня, это будут цветочки по сравнению с экономическими испытаниями, да, и их будущими реформами, которые произойдут в самые ближайшие несколько месяцев. И сейчас у нас с вами есть возможность просвещать людей, и у каждого на этом этапе свой фронт. Огромное количество людей вокруг каждого из нас, и мы должны там работать, мы должны людей настраивать на необходимость борьбы. Не в следующем году, не через 10 лет бороться нужно, каждый для себя такое решение принципиально должен принимать прямо сейчас. И эта борьба должна быть легальная, мы не должны себя и наших товарищей подвергать опасности. Я вас уверяю, митинги, которые, значит, невольно, объективно, в самое ближайшее время будут более системными и более частыми, они должны собирать миллионы людей. Но вы понимаете, что это невозможно по щелчку пальца сделать. Вы понимаете, что перед этим должна быть серьезнейшая и масштабнейшая кропотливая работа. Сейчас нам, я не знаю, если я как коммунист могу рассуждать о судьбе, сейчас нам вот эта уникальная историческая возможность предоставляется. А вы говорите, только YouTube. Так это же отлично, что есть интернет, что есть социальные сети. Это отлично, что мы можем через мессенджер каждому нашему знакомому, товарищу, коллеге, родственнику. Сознание этих людей менять личным своим общением. И вот этим мы сейчас с вами должны заниматься. Чтобы в тот момент, когда у нас с вами, как говорится, вот, не знаю, какое слово подобрать, чтобы меня не привлекали опять в очередной раз к ответственности. В тот момент, когда долгожданный для каждого день придет, мы с вами не были посмешищем. Знаешь, что на очередной митинг за отставку президента Путина, за, значит, там, отставку правительства Единой России в Москве вышло 15 тысяч человек. Вот Бондаренко живет в Саратове, а у него на митинг пришло 500 человек. Власть будет нам хлопать и говорить, отлично, молодцы, молодцы, что вы не можете объединиться, что вы не можете сплотиться. Отлично, нам больше от вас ничего не нужно. Вот для того, чтобы этих событий печальных не произошло, работать каждому из нас нужно сейчас. И вносить свою посильную лепту в этот процесс должен каждый. Каждый должен стать организатором этого процесса всего. Потому что в случае, если у нас это не получится, я вас уверяю, пострадает каждый. Ну, за исключением семьи Ротенбергов, да, и там Тимченко, там Потанинах и остальных негодяев. Продолжение следует...